Всем доброго времени суток, друзья! А этот гайд у нас будет посвящен Сайленсеру, за которого вы голосовали, ребят, и общими усилиями, так сказать, запросили у меня гайд на него. В общем, почему его называют Сайленсер и какие он имеет способности, сейчас мы и узнаем. Ребят, давайте перейдем к первому спеллу. В общем, первый спелл это у нас курс такого проклятия, да? И что же оно у нас делать? Во-первых, оно, кдш у нас 8 секунд, и идет 6 секунд. То есть примерно перерыв вот этот 2 секунды, то есть почти постоянно можно его накидывать. В чем смысл данного спелла? Такая область, мы накидываем и энеми у нас теряет и хитпойнты, и ману. Ману теряет хитпойнты равным 65 единицам и 32 мане равняется потеря его маны. И вот такой неприятный спелл. Сбивается этот спелл просто. Энеми достаточно просто заюзать какой-то спелл, и этот, и вот этот спелл скидывается с него. То есть он перестает терять ману и хитпойнты. Спелл очень жесткий, и еще также сайленсер, как вы видели, получил у нас интеллект. Это еще одна из особенностей при убийств энеми. Наш персонаж вытягивает интеллект с героев. Как видите, равный двум единицам. Вот такой вот у нас персонаж. Давайте посмотрим второй спелл. Второй спелл это у нас диски. Диски, видите, какой-то, какая-то процентовочка написано. 30, 50, 70, 90 на последнем левеле. Давайте разберем. В общем, что же будут делать эти диски? Эти диски будут в зависимости от нашего интеллекта, от количества нашего интеллекта и от уровня прокачки наносить дополнительный чистый урон. Чистый урон это как у Лины Ультимейт. То есть если написано 50, значит 50. И срежет без учета всяких резистов. В общем, давайте прокачаем и посмотрим, что же у нас будет происходить с Венгой. По 80 чистого урона я наношу с дисков. И, кстати, ребят, есть такая особенность, что вот эти диски, вот эти самые диски, они как стрелы Хускара, то есть игнорируют, игнорируют, то есть если мы на райт-клик, если вы знаете все прекрасно, на райт-клик начинаем атаковать персонажей, то на нас крипы агрятся, аэнами крипы на нас агрятся и, к сожалению, к сожалению, привлекая лишнее внимание, получаем демэдж от крипов, но с помощью специальной кнопки мы можем таргетно накидывать на энеми этот спелл и не получать демэдж от крипов и не агрить его. Вот такая вот особенность дисков. И 90% от нашего интеллекта у нас будет идти в вот этот вот диск, то есть вот у нас 91 интеллект, будет его 100 интеллекта, допустим, то 90 чистого демэджа мы будем бонусно наносить с этого у нас второго прекрасного спелла. очень мощный спелл на самом деле, ребят, влейте этот спелл очень жестко напрягает и так же так же он, в принципе, чистый демэдж, как я и сказал ну и в принципе все в принципе все по этому спеллу давайте перейдем к третьему спеллу третий же спелл у нас такой, знаете, специфический он с задержкой и наносит демэдж, после чего после демэджа нанесется энеми еще дополнительно замедление в размере 20% на ласт уровне, ребят в общем, смотрите плюс еще сайленс, как видите, написано самое главное, у нас же сайленсер сайленсер значит, типа, молчание да, умолчатель шептунок, короче, ты становишься просто затыкает этот персонаж этот персонаж затыкает всех абсолютно типа, заткнись щадап и все такое вот, в общем, смотрите, ребят что у нас по третьему спеллу давайте конкретно разберем прокачиваем когда у нас 12 секунд на ласт левеле наносит 300 демэджа 6 секунд сайленсер 20 слоу в общем, смотрите мы накидываем такой спелл он дает, во-первых, вижен идет вот это время каста оп, заканчивается персонаж у нас получает демэдж и накладывается на него замедление и выходит он выходит уже и идет спокойно вот вижен, вот этот, кстати немаловажная тема немаловажная тема, когда висит и вот такое вот замедление но на 83 карте он немного этот спелл другой там дает еще и дизарм если в случае чего какой каст не завязался в общем смысл этого спела вот эта задержка эта задержка висит это такое, можно сказать стандартное ожидание продамаживания этого персонажа но если же во время вот этого спела когда он висит какой-то энеми персонаж кастанет магию ему сразу же прилетит сайленс он эту магию даст и сразу же прилетит сайленс то есть вот этого время ожидания не будет 4 секунды вот этой вот задержки перед нанесением демэджа и самим сайленсом но такой вот спелл ребят в принципе на деле этот спелл прикольный в комбинировании с ультимейтом а что у нас делает ультимейт давайте посмотрим в общем ультимейт у сайленсера это такая тема это глобал сайленсом называется мы нажимаем одну кнопку и все на карте получают сайленс который будет идти 6 секунд ребят 6 секунд очень жесткий спелл просто нереально жесткий потому что представьте сайленс по всей карте он даже на нейтралов действует ну серьезно ребят просто этот сайленс посмотрите даже нейтрал не может ничего говорить просто сайленс и все в общем в комбинации с третьим спеллом это примерно будет так да и вообще то есть мы накидаем вот так вот допустим допустим да сработало сработало и можно еще поверх ультануть а можно сделать так сразу это делается примерно в комбинации вот так вот смотрите мы накидываем даем глобалку он enemy не может этот сайленс сбить то есть третий спелл глобалка в принципе подзаканчивается и еще сайленс с третьего спела у нас начинает продолжаться то есть в комбинации этот персонаж может заткнуть какого-то таргет на в принципе персонажа или вообще массово примерно но если собрать еще и рефреш 12 секунд с ультимейтом будем затыкать всех по карте или же в комбинации с третьим еще примерно ну секунд там я не знаю сколько около 20 секунд точно можно продолжать тупо в сайленсе не говоря уже о арчиде и то есть ну очень дико на самом деле ребят у него как видите есть надпись по аганиму я думаю все видели видосики про аганимы и все знают в принципе что он делает у него аганим накладывается еще один курс определенного уровня то есть смотрите как это у нас будет выглядеть курс этот стакается я уже говорил то есть во время того как мы ультуем накладывается первый спелл можно сделать это вот так вот смотрите сейчас итем 300 минус ре как видели без аганима ничего не происходило а теперь будет происходить все накидываем мы курс и посмотрите как ее дамажит с появлением аганима смотрите у нее нету маны и нету хитпоинтов уже просто я все сжег то есть это получается ультимейт у него как знаете как мини ультимейт зевса становится то есть мы дамажим дамажим как вот первый спелл если посчитать примерно 6 и 6 36 360 урона примерно за 6 секунд наносит плюс еще снимает ману то есть это прикольный такой ультимейт и прикольный аганим на самом деле ребят но вот такой вот обзорчик мини предстартовый так сказать поговорили и давайте перейдем уже к делу будем попробовать разваливать на этом персонаже все что движется поехали итак ребят начинается у нас веселая каточка будем смотреть что же у нас будет делать этот персонаж против вот этих героев которые сейчас есть уже и пятый пятый еще кто-то будет непонятно кто в общем ожидаем руну просто как мы будем качаться ну соответственно зависит от того как мы будем качаться это если к нам придет линаномит то будем глейвы и скорее всего ну третий третий на раз так ну вайпер еще берут ну вайпер это хорошо вайпер не любит не любит сайленс и в принципе вайпера сайленс рвлейте неплохо разносит там чистый урон просто ни на что ни на что как бы его карасивы хейс абсолютно не влияет то есть единственное будет тяжело в начале если он пойдет на мид но в принципе справимся посмотрим что у нас выйдет по игре так идут у нас ребята получают стан пуш почему-то не запили ага джигарна отрывается но я туда не пойду я до конца наверное хотя можно пойти подраться главное руну ребят погнали побегаем что может третий идет дисками накидываем все отходим возьмем руна пуджик тут у нас бежит фбшка отдает скорее всего да загулял загулял на пуджи парнишка раки сразу как обычно морта обычно какой не должен школьник на морте написать раки именно вот с таким лицом раки вот знаете чисто такие знаете они варятся такие в чане ага а у нас тут задрот на химике а так у нас туда был мид а ну извините тогда ребята извините тогда тут на миде мне будет тяжеловато извиняюсь го подеремся подходи поближе смотрите как он меня нахарасил отзонил просто можно сказать но тут диски первый первый будет ребят боже ну я тут могу умереть даже ребят на самом деле это какой-то трэш потому что смотрите они меня вдвоем просто звонят тяжелое начало это называется тяжелое начало это что такое что такое уйди смида господи что творят что творят это что такое вообще один там щемит другой тут не знаю под тавром стоять на такой себе что за хрень я вообще не вкурю ну гангают пацаны первого левела курс тут мне нужен просто крипс от боже он все же таки догнал его но зря я не пошел умрет и пуш тоже умрет не знаю почему я не пошел но я думал там он его не догонят пока пришла Лина у нас на мид что-то какая-то агрессивная игра у нас намечается походу ребятки наши дорогие походу какая-то агрессивная игра будет потому что что-то уже за полторы минут уже сместилось три игрока на мид пуш молодец все же подарил фраг но и сам умер к сожалению не знаю я не думал что он его догонит честно рак должен венго ой венго март рак должна написать рак обязательно тупой там все дела но таких игроков не понимаю конечно такой знаете человек который судит по одной кнопочке так но он нажимает ацид и получает курс все получил курс парнишка там солу ринг но он ему сильно не поможет будем наверное в ботулу ходить ребят чтобы тоже когда равновес равновесится как-то что ли в салхимик конечно тяжеловато стоять на сайлансере я думаю но на двокере намного проще конечно давайте сразу возьмем батлы гу батли гу завязал и получил хорошо то есть профите делать курс энеми накидывать когда он слил способности свои чтобы больше продамажил подеремся чуть-чуть все цепь прошел мы отходим может на самом деле стан сейчас качнуть и в принципе неплохо разменять поинты даже возможно мог бы убить но не стал он цепляться за эту возможность не стал какие там хитпоинты сладкие вы просто посмотрите это же одна курсиха и все и смерть не подходит он ближе собрать эту кладу нулик отпиваем сейчас будет сапожок будет попроще нам ребятки на миде в принципе алхимик особо не фармит линию главное не пушить у нас видите не получается не пушить линию надо позабирать всех лишних крипов кстати еще диски работают на своих крипов но надо райт кликом включать это конечно неудобно конечно неудобно ребятки очень неудобно вот так вот хорошо еще есть у нас возьмем тпшечку обним курьерчика отопьемся давайте на фу лучше у нас молодец ровный нам хорошо у него получается берем и идем все хорошо четвертый левел у нас алхимика тем временем слив он заем курс на него и там лажен прокачал у нас стан прокачал у нас таки стан безысходный свой просто безысходности видимо прокачал потому что на минимум как такового стоять не дают опа а это же возможно можно будет сделать нет выли вылет снялась мана но диск не полетел райт кликовый это плохо бывает такой вот баг это баг это тоже есть также набойники когда вроде это расстояние позволяет нам закинуть еще диск но диск не вылетает а мана списывается и к сожалению такая просадочка знаете небольшая получается так хорошо но пока стоим он не фармит у нас в принципе не фармит у нас алхимик это хорошо но вайпер там заберет веника тут даже а пусть что-то непонятное на самом деле хуканул вроде на подсейф и в то же время там уже подсейвливать слишком близко и не попадает хуком даже непонятненькая очень такая ситуация вышла так ну вот так вот собираем что там звонил кто-то все я понял так идем наверху ну скорее всего тут будет у нас свайпер будем принимать файт но нет никого алхимик мы тут на линей зато давайте возьмем вот эту тему и вот эту зажигает у нас колбу да и мы уходим все пусть он взрывается главный алхимик так ребят ностом на топе какие-то файты на топ я бы такой тпшку бы сдал дал до но уже нет смысла отменять буду уже нет смысла нет смысла можешь такой какой-то нестандарт линии какая-то беготня суетата слишком суетно как-то на миде очень агрессивная игра очень агрессивная игра там смерть хорошо и минусы прекрасно ну глейвы будем докачивать ребят чтобы долбить уже по 37 бонусного долбим сейчас возьмем птшку будет еще больше дэмэджа диск не вылетел сразу задержка существует хорошо рвц вот так вот и такой затар сейчас пошлем себе на мид кто там идет у нас лина ходит глобалку я качнул но пока ее езать не буду пока прогоняем сразу о даже убьем отлично как бы это глупо не было но просто затычковал можно сказать так и опасно сейчас будет на нижнюю руну идти на на верх не менее опасно потому что там лина будет наулины пятый левел но 3 на 0 и фидить ее лишний раз тоже не хочется давайте захилимся птшку поставим на ангилу будем захиливать так плохо пуджик у нас залагал а пуджик единственный с кем с кем можно играть и это очень плохо очень плохо что походу он тут вылетит а 4 коров я не вытащу я так смотрю у нас просто какие-то игроки там не очень сильные к сожалению и что-то такое норд ганг быстро сейчас будет писать да понимаю потейте ну плохо без пуджа будем а пудж молодец старается видно 0332 анайс отлакал смотрите роллы роллы пишет у нас кто-то роллы писал кто-то очень шарит в игре что пишет роллы понимающий видимо какой-то игрок так вот сделаем так но была монетка это хорошо знаете что мы сделаем мы уплотнимся в еще один все еще один нулик талисман химик у нас но это 101 это скорее всего настоящий по логике джунглей нет это иллюзия будет у нас да это иллюзия потому что те две пошли он просто выделил всех двух и пошел так ну зачем там не тут урса урса мне тут на миде вообще не нужно в принципе урса мне тут в принципе вообще не даю глобалку плохо плохо очень очень вдвойне плохо потому что все я прожал все кнопки а толку то у нас там вайпер смотрите дерется плохо ребят плохо там даблкил просто парнишка делает на своем вайпере понимаю а я просадил кд просто так пуджу помочь и к сожалению не убил не убил к сожалению не убил плохо фидит команда фидит по страшному а я не помогаю да ясно там напишут как обычно в комментариях ты рак ты не помогаешь своей команде моя команда не должна не должна так сосать как сейчас они 0-4 и типа 0-3 то есть это оверфит называется когда ну не можете вы стоять по разику умерли ребят ну стойте намного аккуратнее вообще в принципе не выходить из-под тавера но нет так не работает надо вот нам арт редки прийти на мид сказать сало ты лох и прийти пытаться забирать фарм на миде то есть это нормально ну окей так и сделаем отойдем знать как у нас на топе double damage на руне и нужно нужно нам подраться подраться на топе блин я не знаю мне был собрать мой артефакт с которым я буду душить уже по страшному и будет да мидер лох вот как пишет мартретка ну типичный даун на мартретке к сожалению тут ничего не предъявить челик бегает 0 3 не может с блинка уйти качается в принципе правильно но все равно мозга нет мозга нету так сливает кнопки у нас хоть кого хоть кого путь давай цепляй хук должен ой ну не попадает хук ну как так я просто так прихожу сюда и дальше бычет нет тут нельзя дальше бычет бро ладно я понял но я тут умру тоже ну тут скорее всего что-то непонятное просто у нас мидер лох потому что мортра у нас сильный хз зачем посмотрите на это дно просто посмотрите кончен ничего страшного и не с такими даунами выигрывали по сути как говорится ну там на из пацаны знают что делать все линии сфижины как обычно но типично ребят если я играю с мейна типично за меня четырех таких игроков кидает один единственный кто играет тут это пуш все больше некому играть свайпер с блэйдмейлом уже снайпер ничего не имеет но тоже очень сильные айтемы ну и соответственно у меня в команде такой вот разнобой всегда 0 я понимаю он смотри курса просто так бульти мейндж мед там еще и гол дурочка гол дайгер кидаем глейв промах но нельзя ей фраг оставлять вот нельзя нельзя никогда таким игрокам оставлять фраг и все равно повезло так что взял взял он фраг этот этот морд ему фраги вообще не нужны потому что он безмозглый сколько бы у него фрагов не было он не сможет отыгрывать нам он нормально то есть я все фраги если будут брать на себя он еще и фаст бф ребят как называется фаст бф никогда так не играйте посмотрите на его затар посмотрите что он собирает так он еще и в чате огрызается он пишет вы раки я про то есть это ну это вообще это total total безмозглый чел ребят но не будьте такими пожалуйста если вы смотрите мои ролики ребят играйте нормально адекватно гоу его чего вы боитесь к ему в жопу рука в жопу в стоячем все хорош все хорошо минус 2 им ты добрый вечер сайлансов должен еще и принимать вот этого пацана но у нас там лена на хэгэшки попробую нет тут все вайпер подходит хорошо я умру выхиливаюсь отлично отставку был забрали полной тема моего есть лобалку мог дать и снайпер забрать или персонаж то есть есть минус извиняюсь есть погрешность вот этого спела то что я надо было и постоянно накидываю персонаж стоит и тупит я нажимаю надо было и он такой и потом только кидает но это минус это недоработка это механика тут как бы ничего не предъявить ничего не предъявить там смотрите там все соображают ли на делает you алхимик тупо лиса ну о боже он лотар собрал боже боже у нас мидер тоже с лотаром будет если что держите курс все варды у нас кончились сайлансер у нас мидер конечно лох мидер конечно лох ну вот так и живем ребят так живем будет будет наверно касты жать до голову мы тоже хорошо мы тоже на развороте дадим касты и убьем хорошо мидер лох потому что у меня хватит хит-поинтов щупо ташку на силу но все в принципе у меня есть мой айтем и будем сейчас прыгать в леса есть и на сварник в лесу и по глобалочки боже посмотрите какой перри фарм на джиггернауте почему там такие профессионалы играют можно можно задать такой вопрос видели сало опять стоял то есть сколько секунды полторы это потерял на этот мух то что я нажимаю слов гранда на W и сало у нас стоит афк то есть это надо знать но если честно опыта как такового прям жестко задрачивать на этом персонаже у меня никогда не было и принципе я не хотел но в теории тут все просто на самом деле на этом персонаже просто будем делать свои айтемы будем уходить в лес если нас лотар чик будем сейчас искать алхимика алхимик для нас легкая цель глобалочку ждем 60 секунд и пойдем дальше душить 72 демаджи у нас диска идет боюсь тут придется даже делать бкб шку но бкб шка хексы можно душить но там еще и джиггернаут джиггернаут будет очень много дэмэджи вливать ребята это плохо это плохо клина у нас на топе вот он алхимик гу 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 кукай хорош попадает но это мой фрактур рост и не вай глоба мы хорошо хорошо раздаем даем ему курсу только скрипами бро ток скрипами а у него нет туманной на улице а просто руки убьем туда хорошо так ребят но надо помочь 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 на помощь яси вылезы я умру от вайпера хорошо хорошо даже без глобалки ребят разнесли мы можно купить нам сейчас мистик став кто там идет еще ли на ребят идет ли на ли на а все там в принципе все уже ребята собрались но нормально нормально лотар как говорится неуязвимость байбек нажимают но зачем-то вайпер я не понимаю зачем правда но видимо так нужно забираем этих хрипов быстренько и уходим и уходим надеюсь тут будет руна но я думаю рун этот него монетка отлично интересно будут ли там даст да есть даст у нас у снайпера сразу будем выходить хекс постараемся соло выцеплять энермии персонажи и душить по страшному давайте выбежим на центр ребят на свою так сказать умрет умрет стопроцентную 110 дэмэджи с руки уже имеем бонусного хорошо тем временем алхимик армит так ну детки фармят как видите дедок на фармил уже два крипа умеет так вот добиваем мы идем наверх руну среди шевурса делает шо шо за мувы урс просто профессионал на урсе вы просто посмотрите надо пробовать забирать пацана самому потому что команда безнадежная к сожалению все чтобы нас тут видно не было там вайпер на хосте ребят вайпер на хосте папа у нас тут вот парнишка еще ребят но тут надо будет езать наверное даст и уходить все уходит даст и вязать в т.п. берем вот такой вот смог волшебный смог вернее да и гу вайпера в принципе убивать то нефиг и он блэйдмэйл он прогуливает б б б б и надо в лес эти ребят в лес гонять алхимика у нас мартретка сбф он смотрите миди рак как говорится на мартретка все получила бф хотя бы она на линии стоит они в лесу как по так сказать животному sting но мне кажется там еще ребят центрики у них же есть в лесу и это плохо плохо так вышло вышел алхимик у них зря я зря нажал глобалку зря уже поздно зря так идем под тэшку постараемся забрать ли на у нас так иду я иду иду я вот она наша сладкая лина хорошо алхимик ушел алхимик ушел хорошо почти есть hex ребят но товар этот и принципе будет уже hex дедок не заруинить надеюсь нет не руини там видок если он сейчас бахнет на хорошо хорошо ой как хорошо ой как хорошо молодец сладкий просто люблю такие фраги от ошибки говорится а вот ошибки чон сразу его не выкинул правда я не знаю так и есть hex у нас ребятки 20 минута hex уля пробуем сейчас hex он что-то делать какие-то мувы хорошие интересные вайпера щас будем просто убивать и надо будет сделать бкб ребят бкб бкб так на топе у нас двое литро игроков вот сюда надо бежать кто-то идиот надеюсь это какой-нибудь же гернаут же гернаут я должен по идее из 5000 убивать вот он вот он вот он гол 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 а там еще и еще или на щели найдут вам ребят под сейва опа опа но нет у меня ага но надо драться ах ты животное на т.п. да как он здесь оказался он же тут был и он вообще сын виза вышел но уже есть жесть я честно не знаю как он тут оказался он но у него слоты полные просто были аулины там не лучше блин у бкб это дорожить ребят потому что вайпер отвратительно 11 на 3 пацан там играет но мартретка должна забирать 1 тыч хорошо мидер рак а мартретка про ребятки как видите так ну жалуюсь на команду но на самом деле что-то стабилизируется хоть и 0404 по циферкам сужу можно сказать но помогу ребят ну 1144 у нас всего монетки на удишки и это плохо на самом деле надо ребят завардить наверное лесок им завардить так чтобы чтобы они не смогли раздевардить чтобы они не видели этот двор так ну умирает нас от мартретка скорее всего да и я не знаю у меня фул слоты давайте все равно принесем лучше вообще зайдем здесь в лотар и пойдем пешкариусом возможно кто-то сюда сейчас подойдет не вайпер на миде вайпер на миде давайте просто зафармим крипов курсы зачем-то просто так вот нажимает ульт но он не знает как будет работать на урсе к сожалению это это и так понятно лотар джага у нас появляется да но у нас есть у нас есть даст и так ребят у нас есть а так вот 5 секунд 1 2 у нас персонажа поставим один вар где-нибудь наверное вот вот давайте деньги так сейчас помозгуем вот сюда поставим вард 1 чтобы примерно видеть на кэмпах на изи кэмпе кого-нибудь выйдет и видеть перемещение не по дефолту чтобы тут как бы он стоял и куда еще блин надо как-то завардить так чтобы чтобы иными чтобы иными у нас не видели человека на митинг давайте хрен с ним дефолтный вард поставим чтобы видеть руну и еще бы к ним туда хайграунд что такое стандалги но вчетвером выходит блин я не знаю просто переигрывать неужели я там под вардом стоял все это время вард в лесу у них я не знаю я хочу соло это выигрывать но тут соло не получается как видите все стоят чудо лесу фарм боже как же туда у них вар тут стоит я под вардом тупо в наглую стою фармлю крипов и меня приходят принимают ну там ультрамозги играют в с потому что я тут один по сути то есть я хочу выиграть но я не могу буду стараться ребят буду стараться надо показать нормальный уровень игры но просто я не знаю у них там вард стоит они просто даст и я не нажал потому что тут уже началась такая какая-то дисбалансная тема начали душить по страшному как то непонятно но сейчас пойду опять туда в лес я возьму сэндре пойду попробую буду сбивать вартретка у нас почему-то ошибается что-то тут остается как-то дерется боже не попадает по ней у меня лесничок один и урсик делает бкб зачем-то конечно нет нежданчик был что они вчетвером втроем выходит на лес ко мне типа это такое боже какой же лох на мартретке все же тупой тупой лох на мартретке побежали ребят возможно тут у нас вард будет стоять он сейчас на базу пойдет просто уже до уходит на базу сразу не знаю ребят нужно срочно бкб как его делать если они играют вместе ума я не приложу джаггер у нас там тоже имеет айтема go его ривер он имеет кто там еще и вайпер еще с яшей вайпер с яшей опача я не знаю хорошо ну вот опять глэйв или вылетел вроде глэйв и боже на джекер наут ну просто бегут все но в пятером пацаны играют они всегда в пятером друг друга сейвят а у нас никто не играет больше вот мой типичный тиммейт свой сос пишет сос сос боже я не знаю как таким людям просто баны не раздавать это грех ребят ты . файл еще и ник такой детский просто если он ливнет ярили сам выиграл я одену бкб и пойду души вот он мой тиммейт он идет просто в наглую дает чё дает дал первую все урса просто так ультует урса у тебя ульт работает на смягчение дмг они как в 80 83 карте алло просто так вы нажимаем ну боже посмотрите просто детская детская какая-то обоссывали моя команда их команда там джиггернаут я шалатар все чтобы победить вайпер там с blade mail ами все делают ребята все на победу собирает айтемы все на победу но хз отвратительно отвратительно играть такой игре не знаю я просто не знаю вот сейчас если успеть до хэграунд идти он тут джиггер хорошо собрали то сказать казну вы было кинбар будем делать бакенбарды просто это называется боже 0505 пацаны соберитесь пожалуйста чтобы победить эту игру нужны общие усилия они тупо одного-двух игроков путь старается это видно будешь молодец действительно уже реально можно похвалить потому что путь старается но он прыгнет на нем будет его сейчас хавать просто я успею просто хотя бы подойти на интеллект да я подошел на инту подошел ну зачем ты заблочил к м тычкин сайлент 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 за хекс и почти бкб есть отлично просто ребята ошибаются заходит свой лес вот теперь видно видно да видно ребят когда у меня у меня кидай пока вайпера забрать не получится еду 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 дай 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 замажу тебя брат молодец путь очень хорошо позиционируется так завар делим леса и будем сейчас до бкб остается мне считанные копейки почти есть пока б боже как же за четыре тычки просто убиваю у меня дэмэдж растет с каждым с каждой минутой в принципе с каждым фрагом дэмэдж у меня становится намного больше я становлюсь намного серьезнее джиггернаут у нас тоже риснулся но будет скорее все джиггернаут бегать по лесу ребят также в принципе было наверное ошибочно не сделать нею хотя я не люблю делать его на салон среда вообще в принципе на всех персонажах делать такое так но у нас на наш на нас спаки действует туда не туда уже не надо идти сюда и возвращайся туда не надо идти слишком далеко куда-то он просто хочет жаждет слить а егеса все а возможно нас даже джиггернаут уже прочекал кау сюда часто какого видим желательно джаггера сразу глобал очка ультимейт всем все раскидав вон он вон он вон он ходит зверь зверюга просто лотарный про просто джагу за три тычки длина у нас стоит надо будет на балку и взять очень больно ребят ну вот на я не так не хотел вот подставляться господи господи а ну как я не хотел подставляться вопрос не представляет слитая драка слитая драка ребят ли ну не добили линия не собирался сайлент сдать да бей его пей его у тебя еще а егес есть шрапнель заходит на хз а вот зато у нас парнишка ходит они в пятером в пятером ребят играют у нас к сожалению нету нету такой возможности играть пятером у нас либо я с пуджом игра либо все просто посмотрите у нас на всю команду 25 фрагов из них пятна в 19 я участвовал ливни просто я не знаю я я пишу ему потому что он себе позволяет писать будучи не имея вообще головы он пишет себе он пишет что то что вот ну просто вы должны это понять либо я не знаю те кто не понимает этого это земля пух то есть этот человек вообще в принципе играть не умеет он позволяет себе писать кто рак кто не рак то есть это это неправильно я то я то вижу что он делает мне надо бкб ребята факт то есть тут не вариант просто не убили сейчас я я знаете почему по голосу мне не было лотара там в упор до в упор я и убил сразу три тысячи просто в г.п. еще лина понимаете не не раки там играть не раки ребятам 5 не раков там хорошо ребята играют это видно они собирают правильные айтемы они правильно позиционируются они доминируют над карт соответственно что-то понимает в этой игре они так как у меня мартретка пишет да ты лох да ты там не лох то есть это боже он еще и фраг забирать ну вот это вот я не знаю вот просто понимаете этот человек даешь ему вот допустим но он сам он сам уже два фрага забирает то есть а толку не будет он не будет с нами драться он будет наверно скорее все тупо фармить 90 минут и все знаю я не знаю тут в принципе до бакабахи чуть-чуть остается кто тавер на миде на самом деле есть масло таро же пробу и чё еще братка там очень много очень много героя понимаю тут просто с пуджом так собака молчать достал этот пес гавкает не вовремя как обычно когда гайды пишешь обязательно какой-нибудь пёс начинает гавкать ребята окошко закрою и возвращаемся и возвращаемся так но есть бкб х ребят но вместо чего с тобой тлана и работал уже не актуален вот уже не актуальны 2000 маны ребята вы представляете как мне на руб может с моноберном дарить просто 112 интеллект очень так что ж принципе я готов драться в принципе мне бы еще кунить кирасу до кучи и дэмэдж или на салансере готов кого киграя алхимик вот же тут же палишь типа байкиш на себя доварник стоит и дело ведь что я его не вижу но возвращаюсь и буду разбивать потому что никого не увидел в лесочке все хорошо 11 секунд вообще я думаю сильвер добыть чтобы и чуть хитпоинты поднять давайте начнем а под сильвер принципе караси вы будем отключать пацану на вайпере и будет хорошо сейчас выйдем на линию скорее всего ли не кто-то у нас придет какой-нибудь какой-нибудь опа 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 отлично забираем вайпера соляру просто ой да умри все с курсы он еще огрызается посмотрите и принципе неплохо погрызался я вам скажу это спешно честно но вот пацаны вот четко по подсейвах боже все посмотрите как они играют в с это жестко ребят я не знаю я не знаю просто я не буду считать что что у нас так играет нас так не играют ребят просто они просто нереально там бахать молодцы ребят нам реально сильный у нас вот курса который ультимейт просто так нажимает веник который сидел сколько шесть раз так я еще и топ фидер а нурса просто так ультует и идет но убил молодец но есть бы к ваш к лично не работают бинды до сих пор не пофиксили ребят пишу админом чтобы пофиксили чтобы можно было в круге силы пользоваться биндами но не фиксит еще еще не фиксит сожалению идёт смотреть что у нас будет получаться по игре погнали ну я не знаю надо было наверное все же жать бкб боже это так глупо наверное выглядело бы но знал бы я что-то блина уже на подходе то это не было бы вы это не выйдем не выглядело будет так глупо как я умер просто ничего не нажав там длина просто прыгнул но пацаны цепляются за каждый под сейф ребят вот это правильная dota dota это такая тема что нужно друг друга подсейвливать играть максимально то есть не тупо уходить в лес писать на мидер лох там или еще что-то или приходить на мид как это сделала мартретка безмозглая но то есть это как бы можем смотрите ривер забрал он вдвоем пацаны кэм фармит просто найс вот это моя команда дабылки его обычно я делаю а тут моя команда кто-то в общем артретка на виде я даже глупо вкушать поэтому сарайл пуджат будет убил он боже какой хук зачем такие хуки давать бро будешь кушать вот так мы все я понял но не папа позже но нет нет так ну так мы не серьезно такая игра серьезно я мог хекс дать линия она зашла в лотар как бы кто ж знал кто жнал тому всех упала тару боже лотар гейминг ребят смотрите что делает пацаны уже как я не добил ребят просто посмотрите на их игру как они играют просто профессионалы лоха на а здесь убивают прямо из божечки просто выходят все прям долбят 4 профессионала просто просто посмеяться там все там хорошо ребята соображают риг там стоит отметить что враги достойные но жаль у меня команда не очень достойны ну вот вот серьезно по факту просто я вижу как линии отстояли должен убивать мартретка его тут ваш все только не криту только не крит ну найс там лотар гейминг 4 лотара ребят 4 лотар там сейчас будем пытаться выигрывать кто-то умирает ну опять умирает ну вот так вот и играем ребят просто даже по и темам видно как там играют ребят по и темам нас уж сочет ну что-то вроде соображать бкб сделал просто посмотрите на джаку так все может собрать вот у продадим все и нету вечно нету вечно ребятки даст и где ваши даст и я же сказал покупайте даст и не знаю может и гоним собрать хотя я ульт вообще и принципе не нажимаю знаю почему просто нет нет возможности реально профит на нажать ultimate потому что как правило все драки слушайте сейчас лина может сюда прийти вот тут уже идем зафармлен куда ты идешь там забирайте главное чтоб никто не забрал она все забирает ладно нам надо цеплять ребят в этом правда может быть даггер еще докупить думаю насчет даггер кто наставлено на топе или скипетр ильюл таки что-то такое может знают народу сходить блин и очень много сейчас но я и убью за сало какой-то надо ребят гаус наверно вот джаггера просто в профите было бы окнули на ли на батаре возможно убегает нету на топе уходится я принадлайте возьмем гаус чтобы не умирать и только джаггер просто так будем жить долго и счастливым наверно вот так вот и будем скорее всего брать сейчас г г г ребята я убью вот этого пацана хорошо даст и даст и я забыл продаст убежали два пацана просто вот 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 туда побежал туда побежал ну можно зацепить ладно не хочет мартретка цеплят будет уже хорошо хорошо отлично у меня есть еще живучесть пока башку нажал нету даст к сожалению хорошо ложечки что-то нажать уже куда я хекс дал почему ничего не нажалось на и нажимаю на скипетр ничего не нажимаем у меня скипетр на там понимаю ну сейчас возвращаюсь ребят надо бежать надо бежать лина там там все живые курсы забирай хорош я бегу я скорее всего запушу сейчас хорош там еще сна и снайпера буду подниматься тупо в нагло на хг 4 секунды буду убивать хорошо отлично к новой бэк у нас есть у меня есть 50 секунд для того чтобы запушить эту игру хард геймер или хард гейм ребят знаю там не нажал у меня на табуляция карты арт-гейм уже куда и рьюзер я больше чем уверен что это мартрет к рьюзер молодец пацана мартрет ты соображает кожи переагрить пожалуйста у нас ресница сейчас джага джага меня не поселит вообще никак кто ну не знаю ривер наверно мартрет кирсажа наверно мартрет кирсажа уходим пара пара уходить снес я просто можно сказать своими силами забрал мид просто это жестко без вазелина джаггер просто умирает мне нужно еще кстати мне профит набрать эту руну потому что глейвы то есть глейвы то есть от моего интеллекта будет дамажить эти иллюзии то есть от основного атрибута и матч идет вот сколько там 35 процентов иллюзия дамаж сейчас вот сюда варта ставим их успех поставим варку будет тушить дальше так вот делаем точно раз прекрасно что двор стоял можно сми да будет зайти вообще бы кого-нибудь в идеале зацепить жалко что у меня нету гема никакого но есть центрики и погнали побежали на топ люди пушат если сейчас поймаю вайпера то будет очень хорошо плохо но не сливая успеваю вас сливать полностью не успеваю сливать 2000 голды у меня есть нужно поставить обсерв ребят и поставим вот сюда куда-нибудь на миде чтобы видеть передвижение ними хорошо и нужен нам гиперста он будет души чески раз сыграть закидывает у меня еще тут урна есть урна накидывать будет путь очень много промахов вот это надеюсь настоящий да по моему попал на стрелах нет не попал настоящим позже уходить лотариус мартретки надо помочь все отойти у меня есть хекс почти 6 давай 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 1 . хорошо за души или по-страшному кто у нас там байбэк нажал киков и к 10 но ребят ну вот он мать имеет веники пока стоящие так кто у нас там байбэк нажал байбэк это нету все ребят на самом деле тгг не знаю очень тяжело было играть эту игру потому что как видите команда команда просто мечты команда мечты реально я вам не знаю как сказать еще что какая-то команда команда мечты потому что один путь путь молодец красавчик просто лучший путь он очень много сделал для победы очень много ребят очень много прям просто вот видно его мувы он старается ходить со мной я тут пока колодцы пуша то есть как бы вот так и надо играть ребят на пуджей видели как он активно играл вот посмотрите у него когда 614 но он отыграл лучше чем это мартретка вот я вам просто могу это просто говорю просто вот ну серьезно мартретка 7 11 13 асистов у меня асистов почти столько у нее фрагов серьезно ребят просто вот вся весь смысл игры вот этой игры в том то что нужно было играть немного более что ли синергия лучше должна была быть чтобы ребята поцелили там ребята просто жестко поцеливают то есть такие мувы и хз то есть обычная принципе как и критика то есть некоторые скажут ой опять ноет не ноет там нормально у тебя команда нет по факту команда была не у нее ахти но все равно выиграли то есть я считаю что я отыграл где-то на 70 процентов от того как надо было на это играть на солнце и в принципе я почти доволен этой игрой почти ребят на самом деле мартретка я вообще не доволен честно мартреткой я не доволен мартретка очень слабо слабо сыграла вначале еще позволяет много себе говорить поэтому такого такого человека тоже если честно хочется задеть как-то за его какие-то но заслуги вот такой вот прикол сейчас пойдем в общем властвой мы закупились у закупились на фул сейчас купим кераса но сурсик просто видите кидает просто так на себя себя с скил и все погнали ребят платар заходим не юзай не вязали лобалку но видит ли видит диски тебе дай напихать на не дали но такого ребят у нас гайдик получилось 28 фрагов оформили в принципе можно сказать затащили вдвоем с пуджом просто вдвоем веник не играл тоже мы его кихнули то есть не знаю вот такая вот игра ребят не судите строго показал в принципе чем саленсор хорош смотрите как крутить диск просто диджей ну вот такая вот к . ребят кому понравилось ставьте лайк и обязательно подписан на канал чтобы получать много много аналитики и понимание игры ребят главное главное понимать игру как видите вот как играла сейчас мартретка это хреново реально как играл путь молодец несмотря на цифры которые у него там 6 на 14 он внес очень много импакта импакт то есть полезные действий ребят он помог мне на миде он гонгал со мной он пытался ставить варда вот это правильная игра а то что марс редко пишет у нас просто мидер лох а мидер заканчивает у нас игру с 28 фрагами это то есть как бы ну я не знаю я не знаю в общем такой гайд ребят всем спасибо